Приветствую вас! Прочитал оба ваших текста, которые вы писали на нашем сайте. В первую очередь хотел бы сказать следующее. У меня сложилось впечатление, что вы считаете, что если вы не знаете причин, по которым муж от вас ушел, если он этих причин не говорит, значит, соответственно, обсуждать нечего, ситуация абсолютно непонятная, и вы в этой ситуации не знаете, что делать, обращаетесь за помощью к нам. Вот. Почему у меня сложилось такое впечатление? Потому что Кудрущев Игорь Леонидович вам отвечает совершенно однозначно, в том смысле, что слишком мало информации вы предоставляете, вот. Но при этом никакой реакции вашей на этот счет не поступает, вот, в том смысле, что вы не предоставляете эту информацию. Либо у вас ее нет, либо вы этого просто не хотите, вот, по какой-либо причине, вот. Тогда, правда, возникает вопрос, как же мы вам в таком случае можем помочь, да, если вы не хотите доставлять информацию, которая нам нужна. Вот, по сути дела, как тогда что-то менять, не совсем понятно. Вот. Дальше. Значит, следующий раз я хотел бы обратить ваше внимание. Это на то, что мужчина, он, судя по вашему описанию, он видит и знает, что вы от него зависите, он видит и знает, что вы нуждаетесь в нем, он видит и знает то, что вы хотите видеть с ним, что вы его цените. Вот. Вы здесь в своем первом тексте пишите, что у вас нет страха остаться одной. Вы пишите, что увидите в нем мужчину, настоящего, нормального, жизненными ценностями и стремлениями, но это никак не характеризует именно вашего мужа. В том смысле, что мужчин такого типа, который вы описали, да, ну, достаточно много, мужчин не единственный. И если случилось так, что он ушел, если случилось так, что на данный момент сейчас он не хочет с вами быть, и он явно не идет на тот уровень контакта, который необходим вам, то его нужно, наверное, пустить, особенно если вы не боитесь одиночества, как вы пишете, то это не проблема. Но то, что вы чувствуете себя подавленный, то, что вы чувствуете себя эмоционально вычисто, говорит о том, что здесь замечены какие-то ваши собственные переживания к мужу, не относящиеся. То есть идея в чем? А если вы его любите, то вам нужно принять его выбор. А если вы его любите, то вам нужно принять тот факт, что человек вот решил для себя, да, что с вами вот этот этап в его жизни, да, он завершен. Если вы его любите, то вы увидите, что человек сделал это, потому что с вами он не чувствовал себя, ну, видимо, счастливее. Вот. Если вы любите его, то вы увидите, что человеку так лучше и, любя его, желая ему счастья и будучи заинтересованным, заинтересованной в его личностном новости, вы примете его позицию. Вот. У вас здесь в первом тексте фигурирует то, что вы не хотите разводиться. Это говорит о том, что семья и брак вам для чего-то нужны. Вы говорите, что, значит, вы увидите, что причины он озвучивает. Я нам неправильно прочитал. Первый раз причины он озвучивает, и вы их понимаете, а что это за причины, почему вы нам их не озвучиваете. Вот. Тогда. Каждый день открывает для себя что-то новое и новое, понимаете, что нужно меняться не только ради мужа, но и ради себя. Вы делаете это? Вы меняетесь? Вот у меня сложилось такое впечатление, что вы меняетесь все же для мужа, а не для себя. То есть здесь вы демонстрируете именно созависимое, созависимое поведение. То есть когда человек полностью зависит от другого. И иногда это в другом, стремится раствориться в нем, слиться с ним. Это механизм слияния. Вот. Значит, вы пишите, что иногда не уступали, не шли на уступки. Ну это нормально, что вы не шли на уступки. Вы пишите в первом тексте, как исправить ситуацию. А какую ситуацию исправить? Для того, чтобы вернуть мужа, нужно понять, чего хочет он. Для того, чтобы вернуть мужа, нужно гармонизировать ваши отношения к себе. Чтобы у вас была единая позиция, а не раздробленная, как сейчас. Что вот четко, если что-то я делаю для мужа, что-то я делаю для себя. Так не работает. Мужчина именно потому, что вас научил, что вы в нем стали нуждаться остро, острее, чем в норме. Ему это неприятно. Но когда вы расстались и, значит, обрели определенную дистанцию друг от друга, это ему стало комфортно. И он совершенно спокойно с вами встречался, вступал в интимную связь и так далее. То есть это модель отношений. Для него приемлема, когда вы находитесь на расстоянии. То есть проанализируйте, что вы делали, как вы себя вели и так далее. И соотносите это с тем, чего хочет ваш муж. Какие причины он озвучивает. И подумайте, что из этих причин, какие из этих причин являются для вас действительными. То есть которые соответствуют вашей пользе. Соответствуют вашему представлению о том, как, например, должна вести себя женщина и какой должны быть вы их, к примеру. Вот. То есть не нужно исправлять ситуацию. И мужа возвращать в этом смысле не нужно. Вам нужно просто раскрыть себя. Продолжать раскрывать себя. Дальше. С мужем не живем вместе, тоже второй текст. С мужем не живем вместе, но не развелись. Почему? Сначала был ответ с его стороны, поживем отдельно, потом все наладится. А вы этому слепо верили или как? То есть вы считали, что вот вы поживете раздельно и все само собой наладится или что? Встречались, а встреча заканчивалась интимной близостью. А для чего вы вступали в эту интимную близость? Зачем? Именно вы для чего это делали? Какая была цель? Цель, чтобы мужчина захотел быть с вами? Или цель просто получить удовольствие? Или что? Вот какая у вас цель была? Вчера была главщина свадьбы. Предложил встретиться. Он сказал, что у нас просто общение дружеское не усложняет. Это правда, потому что... Вот он... Он так себя вел. Вот. То есть он успокоил вас. Поживем отдельно, потом все наладится. Так-так. А, наладится каждый понимает по-своему. Смысла уже больше нет. Непонятно, в чем нет смысла так грустно от этой ситуации. Опять. Грусть бывает разной. Если вы человека любите, и вы видите, что ему без вас лучше, эта грусть светлая. Потому что вы понимаете, что так будет лучше. Если грусть темная, то это означает, что вы не удовлетворены сами. И с этим надо разбираться. Я люблю его. Как проявляется ваша любовь? Готовы встречаться с ним по первой показе его прихоти. А вот здесь я зависимым. Потому что вы, по сути, принижаете себя перед ним. И это как-то вступает противоречие тем, что вы пишете, что не боитесь одиночества. Не боялись бы вы одиночества, вряд ли вы так поступали. С другой стороны, возможно, есть еще некая мотивация. И еще некое желание, которое мотивирует вас. Потому что вы так поступали. Но в любом случае, то, что вы готовы встречаться с ним по каждой его прихоти, не добавляет вам плюсов в его глазах. Это первое. И второе. Никак не задуматься с тем, что вы любите любовь. Это совсем другое. После брата и друзейское общение очень мерзко стало. Почему? Почему мерзко? В чем мерзость для вас? Понимаете ли вы, что это ваше чувство, что это ваше ощущение? Готовы ли вы взять на себя за это чувство ответственности? Как манять его? Ему удобно. Просто удобно. Эмоционально подавлено я выжито. Это уже с вами, опять же, это ваше состояние. То есть, это ваше состояние, которое характеризуется тем, что вы подавлены и выжиты. Это означает, что вы какие-то вещи, какие-то действия в отношении своего мужа делали и делаете через силу. Делать что-либо через силу, тем более в отношениях категорически нельзя, потому что это ведет только лично к тому, что вы становитесь жертвой. Треугольник Карпмана рекомендую, значит, к ознакомлению. Вот. Заметьте, вы хотите понять своего мужа, практически бывшего, а не себя. То есть, вы хотите понять, что он, почему он так поступает, а не то, почему вы позволяете, собственно, данной ситуации происходить. То есть, это же еще, в том числе и ваша ответственность, то, что такая ситуация стала возможной. Ведь не вступай вы, значит, с мужчиной в интимную связь после того, как он предложил вам жить раздельно. Не вступая с ним, вы с ним в интимную связь, да, не поддерживая с ним общение, не поддерживая с ним взаимодействие. Вот. Вряд ли бы то, что происходит, было бы возможным. И мужчина, с одной стороны, больше бы вас ценил, а с другой стороны, у него была бы большая мотивация с вами отношения наладить, если ему нужен секс. Вот. То есть, я думаю, что здесь, еще раз, вам нужно взять ответственность на себя за то, что происходит. И спросить себя, почему я допустила, почему я сделала возможной эту ситуацию. Вот. Я думаю, так. Я думаю, так. В целом, вы отказываетесь, вот сейчас, на данный момент, да, вы отказываетесь признать тот факт, что вы с мужем больше не вместе. Вот. Вы отказываетесь признавать тот факт, что вы расстались. Вы отказываетесь признавать, что мужчина больше вам не муж, и вы отказываетесь признавать, что вы почему-то в нем нуждаетесь. То есть, вот, ну, в чем-то, в чем-то, в чем-то, в чем-то вы в нем нуждаетесь. Это признавать вы отказываетесь. И вот, пожалуй, всего нужно начать с того, чтобы по-другому посмотреть на то, что сейчас происходит. То есть, не смотреть на это с позиции той, что вы муж и жена. А смотреть на это с позиции исключительно такой, что вы уже все-таки расстались. Смотреть на это с такой позиции, что вы все-таки больше уже, ну, друг друг другу не принадлежите. И подробнее рассмотреть свое отношение к мужу. Вот вы говорите, да, что вы любите его, а что есть любовь для вас? Как любовь соотносится с тем, что вы готовы себя принижать ради него и готовы встречаться с ним по каждой его прихоти? Это я цитирую вас. Как любовь соотносится с этим? Является ли это любовью? Как вы понимаете любовь? Вот. Ну и, конечно, вот то, что вы говорите, что нужно меняться и то, что он озвучивает вам причины того, почему он, значит, видит, не видит больше смысла быть с вами в отношениях. Это нужно, конечно, выяснять, вот. Как нужно выяснять и то, почему вы испытываете вот это вот чувство мерзкости того, что происходит. Почему именно вот это чувство? Это, знаете, как будто разочарование вам. то есть вы, по факту, да, слепо поверили мужчине, поверили тому, что он сказал, что вот подземем раздельно, да, и, значит, все наладит. Вы поверили. То есть это такая вот, знаете, некая наивность ваша, вот, и у нее, ну, в этой наивности тоже есть свои какие-то причины, вот. То есть, как правило, за наивностью скрывается, опять же, нежелание брать ответственность. Вот. Знаете, какая история. То есть проанализировать, проанализировать нужно вашу потребностную сферу, что вам нужно, как вы понимаете свои чувства, да, что вы понимаете под любовью. И тогда уже будет более понятно, в чем заключается именно ваше, конкретно ваше противоречие и что с этим противоречием вам дальше делать можно будет. Вот. Вот так. И не пытайтесь понять человека, да, потому что человек может сам себя не понимать, как бы ни парадоксально это случало. Вот. Поэтому именно человека понимать, наверное, пытаться не стоит, а вот что стоит, это пытаться понять вам саму себя. Это вот гораздо более важно, чем то, что вы сейчас делаете. Вот. Ну, изучите тему созависимости обязательно и тему треугольника Карпмана. Я думаю, что в качестве таких ознакомливающих моментов, ознакомительных моментов вам это будет полезно. Я так думаю. Вот. Ну, в принципе, наверное, на этом все. Но добавить, в принципе, особо больше нечего, потому что действительно довольно мало информации вы предоставили о себе в обоих вопросах. Вот. Сказать по правде, в таких ситуациях общая рекомендация может быть только одна. На мужа не давить, инициативу не проявлять и не соглашаться на какие-то его, значит, условия, да, не соглашаться на его предложение. Например, предложение в этих мероприятиях, потому что это вас обесценивает и абсолютно лишает мотивации вашего мужа что-либо делать. Вот. Ну, для вас как-либо менять ситуацию, потому что, а зачем? Все хорошо и так, комфортно ему и так, а зачем что-либо еще менять? Вот. Если вы хотите, чтобы человек вас ценил и любил, да, то нужно показывать независимость, а пока что вы демонстрируете что угодно, только не ее. Вот в том, чтобы вы могли стать независимыми по-настоящему, мы можем вам помочь. Для этого необходима более полная информация о вас и о вашей семье, в том числе, как сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, и о ваших родителях, и об отношениях между вашими родителями. На этом все, я надеюсь, что помог вам. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. Всего удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok